идущий на профит приветствую тебя привет друзья дамы и господа рада всех видеть лайки подписочки соответственно ставим под видео сегодня 13 апреля давайте смотреть у нас с биткоингом и кибер валютами так чем постарше сначала посмотрим на недельки мы провалились под покупана на младших сейчас еще рассмотрим точнее под под продаван младших мы сейчас видим что покупателя особо нету поэтому на недельки за продолжение скамить то же самое к евро хотя нет евро еще более-менее смотрится а вот круга со ну так скажем я в чатике кидал в зону пришли интересную но здесь покупатель не видно поэтому следующая зона скорее всего будет у нас три миллиона в рубасика мы же к твердым валютам прости господи торгуем на более младших дневки ничего интересного по евро ничего интересного к рубасу ну типа пытаемся закрепиться на дневки сегодня если закрепимся good но так скажем уход под 3 миллиона 200 как не привычным 3 миллиона двести восемьдесят восемь тысяч ну а пусть и цену еще ниже то есть ну куда тут ну то есть как минимум пустоту вот этот проторговать 350 я думаю что даже к объемам куда-то здесь вот ну как раз так что еще поинтереснее 12 часов не закрепляемся пока четыре часа но четыре часа якобы докобы как бы смотреть чем заканчиваются в 1100 нас два часа еще есть для закрепа но если нет я говорю я ставлю на то что вчера выложил если берем недельный график вот видно даже часовик открываем нету всплесков если вообще смотреть вот такое такое движение до инвертировать его но это вообще как бы похоже на попытку так скажем по скамиться выйти из зоны канала из новой силы и двинуться наверх да ну то есть вот что то такое только наверное чуть подольше можно конечно предположить что какой-то флэт будет в общем и в целом локально разводняк в стиле головы и плечей до условно там наверняка там какие-то гипы будут рисовать вот такие вот типа зона до лево здесь тест и выход вниз многие сейчас будут брать именно такой через такие фигуры возможно их локально будут разводить а в итоге ну сосками все и назад попрем в общем не знаю очень слабый покупатель все это на фоне беспрецедентного ратио в 75 процентов что ли вчера ночью было но это критическая масса потому что 7 еще из 70 71 выплывали из 70 там четырех ну все это критическая масса я думаю что ну здравствуй 36 ну у меня лично таки по шарту 36 900 я не спорю можем там что-то показать но не за то чтобы ну ехать дальше в нашем случае вверх а так по идее вниз я пока за этом ну видел в двух каналах типа фондинг рестартнулся да как бы видим что ланговых контрактов на фьючерсах не хватает колоссально но но видим что там но все биржи практически ну отрицательное фондирование то есть шарты платят лангам хоть за какое-то удержание но и думаю что просто напросто всех смыло на фьючерсах да суть потому какие ликвиды были два ликвида по 90 миллионов на одном бинансе было он там раз 77 миллионов там еще там где-то было на 80 миллиона эфириум 22 миллиона жесть 230 все это все ерунда мелочи жизни 90 вот 82 миллиона ну то есть сильно сильно давили сильно уничтожали ликвиды еще по моему тому где-то было настолько же ну а не важно суть том что ликвидировать ликвидирует где тут смотрел то а ликвидирует и ликвидирует лангов не хватает на биржах поэтому шарты вынужден доплачивать лангам просто все ланге ушли на спот я так подозреваю потому что я смотрю вот сюда вот я смотрю вот сюда вот на эфириума исторический эфириум ну вот последнее время последние три четыре месяца я себе на заметку ставлю когда эфириум выползает в красную зону примерно 0 304 вот сейчас 04 это плохо это значит что альты в первую очередь эфириум лангуют на ну как минимум кто кину на битме вот ну показатель того что ну эфириум не очень хорошо будет вести себя но это так легкие заметки в общем я лично жду повторных распродаж если конечно покупать и они не покажут покупатель пока очень слабый то есть я даже не думаю что дадут выше 40 700 упакователь невероятно слабый так вроде интереса давайте откроем эфириум я кому-то давал сделочку очень интересную которая уехала на гарантирный стоп так эфирка два часа четыре часа да тут конечно с хая дикая пустота поэтому может сюда и ринуться проторговывать хотя бы вот на 3 до триста сто пятьдесят шесть хотя тут ну да если прорвут слабая зона у нас на три сто как раз таки вот по эфирю мы еще можем сюда получить хотя фондос короче если не перебиваем все так уходим все тут но даже флета можно не дожидаться эфириум будет ниже если же прямо сейчас крепимся здесь выходим чуть выше ну-ка на дневке чё тут на дневке на дневке непонятно тут многие могут увидеть головы и плечи здесь начинать тарить их просто отвезут еще сильнее вниз да так вот типа плечо башка плечо может это реальное плечо ну короче если сейчас не отвезут эфириум разгрузится в теории конечно можно залететь со стопом очень коротеньким сюда но этого делать конечно же я не буду ладно так на днях меня кто-то спрашивал про коммерсантов точнее говорил что коммерсантов не стоит смотреть согласен да был неправ но в любом случае но он коммерциал да это как раз таки киты не сунала они стоят в паритете то есть ланге против шортов из них 80804 это спред ну то есть у лангов например есть одного и того же игрока есть и шорты эти коммерсантов но их можно смотреть но не давать им огромного значения все правильно был сказан в комментарии по моему два или три видео 2 или 3 обзор назад ну короче что у китов на битке паритет что в никами в микробитке паритет сейчас хочется посмотреть эфириум эфириум у них шорты микроэфириум паритет ну короче ничего интересного тут нету в общем наблюдаем так давайте посмотрим что у вас в коментосиках уточняю в нир по 19.6 зашел они по 1.96 плен закрыл на сливе стоит ли добирать где позу уточни пожалуйста все я уж не помню long short какая ситуация уточни в полностью я не помню снова праду я имел ввиду статистику который сможет по фьючерсам на самом бинате long short коэффициентом по дефолту стоит bitcoin и ты там раньше смотрел радио по шортам но в маленьком окошке там можно другую крипту просто на одевать да я понял ты наверно прорачива вот это вот имеешь да типа вот здесь вот аду я коль там не смотрю потому что у них не такой большой открытый интерес как у битка и там плохо читаемая ратио я вот сколько раз не пробовал смотреть как-то разбирать ну да 82 ты если откроешь тут больше половины альтов там я не знаю дашь какой-нибудь тоже скорее всего под 80 ну вот 78 79 это ну я эти альтухи даже не смотрю себе честно чем у них там я пробовал нынче и на сервии помню пробовал расписать себе стату какую-то выделить на это вообще как-то вообще практически никак не работает да там просто укатывается в ноль если мы растем укатывается на 80 если флэт либо падаем все и ну никак это не скоррелировать и не спрогнозировать поэтому я перестал смотреть только биток даже контракты к биткун прям квартальные я не смотрю открытый интерес маленький вот к бьюзду да я посматриваю это единственный эфириум еще одна эфириуме опять же к бьюзду плохой открытый интерес не чудом смотреть а вот например к тезеру еще более-менее плюс-минусу привет как думаешь биржевые монетки тоже сейчас по 28 долларах убит океанами хикс микс и глобал могут ли взлететь как bnb номинанси до 300 600 долларов суши все зависит от конъюнктуры я не думаю что в такое время как сейчас хотя вот бинанс например россии на плохом рынке точен медвежьем рынке очень хорошо поэтому до 6 до 300 600 должна быть конъюнктура ну то есть минимум общий тренд может на следующем цикле и сделают это пока что я не думаю хуби токен был у меня такой токи мне полную сейчас он где-то валяется на фото и кси наверное из которой я почти все деньги вывел вечный стей был так удалить индикаторы но визуально конечно плоскость суши ну возможно аккумуляция конечно я предлагаю с нынешней конъюнктурой я думаю что перебьет она свой этот шорт сквиз даже наверное еще будет долгий 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 флет потом шорт сквиз и потом может улететь куда-нибудь выше скорее сюда можешь сказать про битму короче ладно сейчас еще до отвечу не знаю наверно пока нет пробежит пресс может просить рассказать пробит ему дать ссылку и почему на шорт на битме что за цифра не дают ищем и едят смотри у меня в описании здесь есть три биржи микс я только что зарегался бинанс и битмэкс здесь нажимаешь битмэкс регаешься там так еще раз вопрос что они за цифры дают ничего не знаю чудо это как бишь как биржа просто для многих она кажется неудобной так как я торгую там с 18 по 19 года на ней уже не один депозит там продолбал и заруинил а некоторых депозит наоборот разогнал чем хороша не знаю ликвидности мало на бирже альтов мало ликвидности мало имеет смысл раз торговать биток и эфириум чем хороша биржа тем что фондирование где-то фондирование всегда фактически в плюс тому кто шортит так как сейчас рынок медвежий я много шортов открываю мне выгодно хотя сейчас вот на битмэкс например не очень выгодно сейчас почти около нулевые ставки ну зато вот у меня сейчас луна на шорт луна на шарте да мне доплачивают 0 4 процента каждый по 6 часов что ли не сколько там вот этим выгодно ну так как токен торгую вот так как ликвидности мало все лангуют альты для тех кто шортит платят очень хороший неплохой фондинг доплачивают вот в отличие там прям бинанса хотя на бинансе на 0 1 ну короче четыре раза больше доплачивает процент за удержание опять же это если ну такие нормальные поза есть там какие-то копейки наверно смысл нету если например нагружаешься очень большими контрактами в общем бирже не такая удобная в плане вообще там расчетов комиссии всяких графиков так далее очень много лагов я не знаю почему эта биржа еще живет но мне она нравится мне во первых ностальгия по семнадцатому году во-вторых ну просто не знаю почему меня получается на битме разгонять вот не знаю почему вроде одни те же сделки на бинансе и на битмэксе на битмэксе прет на бинанс не прет плюс там цифры в токенах там не столько не сколько у тебя долларов а у тебя по сути весь депозит в битке если минус конечно то что без позиции сидишь а битом к скамецу тебя как бы депозит просаживается по сути ты биток купил вот ну из плюсов лудомания разгоняется потому что во первых ты не знаешь сколько ну короче у тебя же цифры у тебя же не доллары пишут а там 001 биток 0 1 биток 1 биток 1 биток еще ладно можно с чем сравнить он прям 0015 битков 002 битка ты не знаешь что это сколько в баксах ты рискуешь гораздо больше ну то есть такая лудилка лудилка я бы если хочешь серьезно заниматься лучше на бинансе сидеть у меня просто основной счет на бинансе на битме у меня чисто разгонные аккаунты 2 так какой конец штурма разгон инфляции сша и с выход из битка из альдов заначка капость нанижает соответственно с какой стати крипто бычий тренд не удивлюсь если на 25 сходим а я согласен с тобой ты чё пыкуешь я согласен так добрый посмотри пожалуйста аудио usd так какая зима блин еле на электричество хватал с майнинга смысле так я то жду вообще когда майнеров всех нахер нахер отключаться начнут что невыгодно вот месяца два-три когда будет отключаться все майнеры вот это будет время закупа сейчас пока что майнеры майнеров добивают но они живут инвесторы добивают они живут пока еще максимально деньги никто не повытаскивал там скрипты так далее на еду и так далее так по аудио так же как на всех остальных то есть даже если вот убрать димарк димарковские треугольники на основе димарка рисуют нам наличие такого треугольника если прорвем до пойдем выше наверное сторону 1 1.1 блин как не знаю как сказать что-то по глобальнее что-то по глобальнее но пока что жесткий даун тренд тут вообще тут то есть даун тренд упали упали скорее всего еще будет падение потом попытка выхода даже не знаю либо как вариантик еще можем тут рассмотреть обычно такая штука мы куда-то выходим вверх попытку опять к ней приходим еще раз приходим вот такое и уже тотальный скам куда-нибудь на 076 но опять же вот этот блок девчону писал в чатике что-то аля тут зажимной скам а этот блок всегда непонятной стадии зажимному скама поэтому тут либо торговать просто так скажем ждать от уровня отбой либо либо уже когда пробовать на прорыв играть когда уже здесь будем до смотреть как подходим если начинаем вот как здесь ну топтаться лучше не заходить потому что чаще всего бывает что-то вот такое и только потом когда уже приходим если мы не топчемся просто какой-то маленький ретестик то все уже погнали значит такое по аудио нам сказал ладно да прибудет с вами прибыль до новых встреч подписываемся лайки пишем комментарии до новых встреч